Привет друзья! Буквально вчера Хуанг показал, что он приготовил на своей кухне для гейминга следующего поколения. И честно говоря, я был действительно впечатлен тем, какие характеристики и за какие деньги предлагает Nvidia свои видеокарты в новом поколении. Это действительно вау! Что ж, похоже Хуанг почувствовал конкуренцию как со стороны Xbox Series X, так и со стороны Big Navi от AMD. И решил наказать всех жесткой поркой. Так что давайте обсудим расстановку сил и как новые видеокарты будут сопоставляться с консолями нового поколения. Погнали! Ну и прежде всего, хочется сделать, знаете, такую короткую паузу и прожать F за тех пацанов, кто недавно приобрел RTX 2080 Ti за 1200 долларов плюс. Или те, кто еще не успел их скинуть до презентации. Сейчас эти карты превратились буквально в пыль. Держитесь, чуваки. Сочувствую. Итак, Nvidia в данный момент раскрыла три своей карточки. Это RTX 3090, самый топ для энтузиастов, которая позиционируется как для 8К гейминга при 60 FPS. Это действительно самый настоящий зверь, который способен проглотить любую игру в 4К 60 кадров с включенной трассировкой лучей. И даже не заметить этого по цене в 1500 долларов. Правда, учитывайте налоги, наценку и так далее. Сейчас в России ее официальная стоимость должна составить от 130 тысяч рублей. Дальше идет RTX 3080. Видеокарта за 700 долларов США. И в данный момент Xbox Series X выглядит достаточно бледновато на ее фоне. Ну и я уже вообще молчу про застеснявшуюся PlayStation 5. Более того, даже 3070 за 500 долларов оказалась более противительной, нежели серия X. RTX 3070, подумай только, что творит Хуанг. Еще недавно он продавал 2080 Ti за 1200 долларов плюс. И уже буквально скоро он начнет продавать карту, рядом стоящую по производительности за 500 долларов. Неплохо тогда скинул стоимость. Как я уже сказал, эф всем, кто недавно взял RTX 2080 Ti. Но единственное, что я не пойму, почему RTX 3070 имеет всего-навсего 8 ГБ видеопамяти. Еще и обычный GGR6, а не GGR6X, как у старших версий. И при этом ее ширина шины составляет всего 256 бит. На какой скорости работает видеопамять тоже пока неизвестно. Просто для сравнения, Xbox Series X обладает 10 ГБ видеопамяти, что отлично подходит для 4К гейминга. Работает эта память на скорости 560 ГБ в секунду и имеет ширину шины 320 бит. Точно так же, как и у 3080. И именно такие показатели отлично вписываются в 4К гейминг. То есть, в плане пропускной способности и количества VRAM, видеочип серии X даже лучше, нежели RTX 3070. Но при этом количество ядер RTX 3070 имеет просто на запредельном уровне по сравнению с серией X. Чтобы вы понимали, Xbox Series X, если судить по предварительной информации, разместилась по производительности между RTX 2080 Super и 2080 Ti. В то время как PlayStation 5, грубо говоря, это уровень RTX 2070 или RX 5700. Но опять же, из-за разности архитектур, эти видеокарты нельзя сопоставлять. Настоящую разницу покажут только игровые тесты. Это же касается и данных по трассировке лучей, как от AMD, так и от NVIDIA. Их нельзя сопоставлять. Но NVIDIA заявляет, что RTX 3080 в 2 раза быстрее и мощнее, нежели RTX 2080. При этом RTX 2080 имеет 10 ТФ, а RTX 3080 уже 30 ТФ. Что как бы не в 2, а в 3 раза больше. А если судить по тестам Digital Foundry, то реальная разница находится на уровне 80%. То есть, по факту, не в 3 и не в 2 раза мощнее, а в 1 и 8 раза. Опять же, если сравнить слова Хуанга с реальными тестами Digital Foundry, то официальные данные стоит воспринимать не совсем на полном серьезе, а как просчитанные в максимально идеальных условиях. В реальности же стоит срезать процентов так 20 от производительности. И в любом случае нужно ждать больше реальных тестов. Но, что самое интересное, это то, что новые видеокарты Ampere поддерживают новые IP Microsoft, Direct Storage. Direct Storage это одна из многочисленных причин, по которым Xbox Series X становится настоящим зверем. Direct Storage является частью Xbox Valesty Architecture. Набор игровых технологий, который помогает Xbox Series X более эффективно использовать преимущества своего значительно более мощного оборудования, по сравнению с предыдущим поколением. IP Direct Storage позволяет играм следующее поколение использовать молниеносный SSD Xbox Series X, чтобы значительно сократить время ожидания загрузки. В общем, Direct Storage API избегает недостатков старых IP интерфейсов хранилища, позволяя обрабатывать одновременно гораздо больше игровых данных. Это также позволит играм становиться больше и детальней. И на основе того, что Ampere также будет использовать Direct Storage, можно сказать, что Xbox Series X полностью готов к следующему поколению. И на самом деле, если говорить вот прям совсем честно, после увиденного я уже и сам предательски задумался, а не взять ли мне какую-нибудь 3070 или даже 3080 вместо консоли. Но потом я такой прикинул, что для этих карточек мне нужно будет обновлять материнскую плату, которая поддерживала бы PCI-интерфейс 4-го поколения, для полного раскрытия потенциала SSD, как и в Xbox Series X. Ставить быстрый NVMe SSD хотя бы на 1 терабайт, блок питания обновить, да и процесс у меня Ryzen 5 3600, а для конкуренции с серии X нужен хотя бы Ryzen 7 3700. Также нужно докупить еще оперативной памяти, так как в данный момент у меня 8 гигабайт на борту, и то не самый быстрый. Короче, я так прикинул и в итоге получится так, что придется покупать тупо полностью новый компьютер. А это удовольствие вылиться мне уже в меню в полторы тысячи долларов. И при этом я даже не смогу легкими движениями перекинуть эту систему с монитора на мой 55-дюймовый телевизор, чтобы играть спокойно на диване. Более того, я уже настолько привык к интерфейсу Xbox и полюбил его, что менять его на Windows вообще не улыбается. Просто консоли реально привлекает. По итогу я решил, что лучший кайя куплю, как изначально и планировал, на старте Xbox Series X, который вполне себе имеет отличные характеристики, даже если сравнивать с новым поколением видеокарт, и в котором все это уже и так упаковано, все максимально подготовлено и настроено. И не надо морочить голову со сборкой комплектующих и тратить кучу денег. К слову, серия X, я уверен, продержится долго в плане произведительности. С тем учетом, что он поддержит все передовые технологии, как и Ампер. Ну а позже доберу себе PlayStation 5, чисто ради эксклюзивов. Таков мой план. И сейчас, когда выйдут новые видеокарты, жду, чтобы за копейки на распродажах забрать RTX 2060. Это отличная карточка для проведения стримов. Собственно, это именно то, ради чего мне и нужен компьютер. Но, для людей, у которых уже есть достаточно хороший ПК, и все, что им нужно, так это обновить видеочип. Поздравляю, Хуанг сделал вам действительно крутой подарок. RTX 3070 за 500 долларов и RTX 3080 за 700. Ну это прям мое почтение. Реально, чуваки, я за вас рад. В общем, тут лично дело каждого. Что ему делать? Собирать с нуля компьютер или же взять просто консоли и не париться? Или просто обновить видеочип, если вы играете чисто за монитором? Тут нужно уже отталкиваться от личных предпочтений, вкусов и финансовых возможностей. Но, стоит отметить, Xbox Series X и видеокарты Ampere используют максимально похожие технологии для работы с графикой и играми. Об этом всем я уже много раз рассказывал в своих предыдущих видео. И я лично понимаю, что мне проще купить и Xbox, и PlayStation, нежели брать новую видеокарту и при этом перебирать полностью ПК. Ну и я хз, чуваки, я обожаю консоли и уходить с них не собираюсь. В общем, так же, как и пекарь, хрен уйдет со своей любимой печки. Имея хорошую базу, он лучше продаст старую видеокарту, добавит и купит новую. И это нормально, каждый делает выбор по своим предпочтениям. В общем, битва за следующее поколение очень серьезно накаляется. И Хуанг сделал свой сильный ценовой шаг первым. Но нельзя сказать, что он убил консоли. Особенно это не скажет про Xbox Series X. Он все еще зверь, завернутый в упаковку за 500 долларов. Именно такой, я уверен, будет его стоимость, не больше. Но это опять же, без учета налогов и наценок магазинов. В реальности эта стоимость составит в районе 600 долларов. То же самое касается и новых видеокарт. Но лично меня Хуанг в любом случае сильно удивил. Он сделал действительно серьезный шаг для привлечения новых потребителей. Так как он даже меня чуть не переманил на свою сторону. А это сделать, поверьте, очень непросто. Если раньше многие вместо того, чтобы брать ПК, собирались купить новый Xbox, то теперь многие, я уверен, отсеются в сторону ПК. Так как при наличии RTX 3070 и имея готовую базу под эту видеокарту, в Xbox Series X, да и особенно в PlayStation 5, нет никакого смысла. Ну, это в том случае, если вы покупаете игровое устройство для мультиплатформы. И если не брать в расчеты эксклюзивы. Так как в принципе PlayStation 5 только ради эксклюзивов и берут. В любом случае, ждем объявления цен на новые консоли. И ответа AMD с ее Big Navi. Будет интересно за этим всем наблюдать. Я лично продолжаю собирать на тихого зверя серию X. Спасибо большое всем за просмотр. Будем следить и дальше за развитием событий. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока.